МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую среду в студии телеканала Самарегис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Мы ежегодно жители города, а депутатский состав, городская дума в целом, с особым пристрастием и пристанностью всегда ждем выступления. Потому что в нем, как правило, определяются как перспективные задачи более длительного исполнения, так и на текущий период. Трехлетний, как на утверждение бюджета, более краткосрочный. И мы даем себе отчет, что собственными усилиями решить всю проблематику и реализовать все программы, по которым живет город, без вышестоящей помощи невозможно. Он и бюджет у нас называется консолидированный. И здесь не ради по-разному любопытства, а с тем, чтобы можно было четко рассчитывать на тельные позиции, на тельные направления. И в этом году, наверное, особенностью, что еще было, ну, во-первых, сегодня уже более года мы находимся в особых условиях. В первую очередь, это проведение специальной военной операции, за которой последовали, так сказать, беспрецедентные меры экономического воздействия, так сказать, вот на экономику, как государство в целом, так и регионы, и в целом на сторону, да, так сказать, вот, и в этой части, конечно, сконцентрироваться, посмотреть, будут ли у нас, ну, какого-то рода, скажем, отступления или, да, так сказать, что-то, может быть, останется на потом. Вот, вот, в этом хотелось во всем разобраться. Вот, и выступление Дмитрия Ильича было выстроено, ну, в первую очередь, знаете, вот, так, немножко неожиданно, анализ за прошедшую пятилетку. А она была настолько, вот, для меня, например, как для руководителя Думы, как депутата Городской Думы, очень, ну, скажем, значимой, потому что, вот, все это время, работая уже в статусе не рядового депутата, возглавляя, так сказать, Городскую Думу, мы прожили это время, и вот этот анализ, да, так сказать, то есть каждый раздел, вот, я вот пропускал через пережитое, да, и это один момент. Второй момент, я вот вспоминаю это пятилетнее выступление, и, скажем, затем, ну, после его, так сказать, выхода в эфир, средства массовой информации, в печати, появилось довольно много и скептиков, так называемых диванных экспертов, которые многие вопросы ставили под сомнение, да, так сказать, что нет ли здесь, там, веяния какого-то там популизма, да, так сказать, желаемые за действительные, вот, а мы все это время не просто жили, да, так сказать, а воплощали. Понятно, что есть направления, которые, ну, непосредственно, вроде, не связаны с городом, да, но не затрагивать вопрос, значит, безопасности, не только экономической, да, так сказать, вот, а безопасности еще обеспечения продовольствия, так сказать, населения, граждан. Этот вопрос мы рассматриваем один раз, там, в две недели практически, и цены образования рынка, и условия создаем для местного производителя, там, создавая муниципальные ярмарки, и этот процесс у нас расширяется, так сказать, уже годом, и этот год не является исключением, вот, это тем очень интересно, да, так сказать, я понимаю, насколько у нас будет высок урожай, насколько мы, так сказать, сохраним, значит, от этого зависит, как говорится, и цены не только на магазинах, да, так сказать, но и цены в социальных объектах, социальные программы, которые реализуем, и питание детей в школах, и дошкольных учреждениях, и питание, так сказать, в медицинских учреждениях, так сказать, и много-много другое, вот, и вот здесь, вот, сопоставляя, да, те задачи, которые были ставлены, и видя, насколько они реализовались, да, так сказать, более того, где-то даже приумножились, вот, ну, скажите, пять лет назад вы могли бы, вот, простой вопросом задаю поверить, вы знаете, какая проблематика обеспеченность жителей дошкольным учреждениям, детей от трех до шести лет, что вот, говоря об этом в восемнадцатом году, да, в двадцать третьем мы это уже реализуем. Ну да, проблема закрыта. Вот, она закрыта, она закрыта, да, так сказать. То есть, когда в девяносто седьмом году, еще в прошлое столетие, была построена последняя школа у нас в городе Самара, 178-я, да, то сегодня мы только по Самаре загибаем пальцы, да, так сказать, седьмая, крутые ключи, 57-я, благодаря, 68-я новая Самара. Дальше... И какие школы? Двадцать шестая, два корпуса на пяти гектарах, так сказать, размещаются. Вот, главный врач больницы, уважаемый нами Сергей Китайчик, вот, когда вот было обозначено, я говорил, смотри, вот уже губернаторам сказано, значит, построить инфекционные больницы, вот, ну, понятно, у него главная задача лечить, да, так сказать, вот, но в каких условиях, да, так сказать, находятся больные, тем более дети, да, так сказать, вот, насколько коллектив, все сообщество медицинское, как говорится, жило этим, пожалуйста, мы это реализовали. То есть, вот, примеров я таких могу приводить, ну, по, давайте, близкая тема для большинства, это общественное пространство. То есть, если мы раньше, только Самара, да, так сказать, вот, гордилась нашей набережной, мы по сей день гордимся, да, и она преображается, у нас есть планы ее развития, так сказать, вот. Да, да еще какие планы? Да, то на сегодняшний день мы гордимся уже за наших земляков, потому что в регионе и Тольятти, и Сызраль, и Октябрьск, так сказать, вот, то есть города, которые находятся на Волге, да, уже сегодня в рамках общественных пространств, вот, ну, получили вот такое непосредственное развитие. У нас более 50 общественных пространств, крупномасштабных, только в одном городском округе Самара. Я уже не говорю, так сказать, о дворовых территориях, где десятками, да, так сказать, вот, из года в год, и этот год не является исключением. У нас есть переходящие объекты. Сколько рук не доходило десятилетиями парк молодежный? Сколько посягательств было на него, так сказать. Ой, я отлично помню. Да, с тем, чтобы вот такое благо, которое нам передали наши предки, да, так сказать, которые думали о развитии города немножко по-другому, да, так сказать, вот находилось в такой стагнации. Это был, так сказать, вот криминогенный, так сказать, участок в центре практически уже Самары, да. Вот, сегодня вот с позиции, с подходом, да, который осуществляет власть, значит, уже вторым этапом сегодня идет рекультивация, значит, появляются новые пешеходные зоны, освещение, то есть с учетом современных, так сказать, технологий, так, чтобы не на год и на два, так сказать, а на десятилетия, да, так сказать. Я хорошо знаю этот парк, я там гуляю регулярно, да. Ну, спортивный объект, могу не коснуться. Наверное, мы сейчас пройдемся вот по всему, так сказать, выступлению, да, потому что понятно, что всегда делается глубокий анализ всего происходящего, но не всегда мы достигаем желаемых и результатов, вот. Но здесь особенность еще, наверное, какая есть, что у нас вот не подведена черта. Понятно, нет предела совершенства, да, так сказать, вот. Мы даем отчет, что там идет амортизация учреждений. Ну, опять объекты стальной сферы, возьмем близкую тему школы. Строем новые, но не забываем и просуществующие. Значит, по инициативе губернатора, вот, уже второй год на территории всей области, Самара не является исключением, реализуется программа по комплексному капитальному ремонту пищеболков. Мало того, что одним из первых, Дмитрий Игоревич поддержал, так сказать, инициативу президента, всем, чтобы кормить детей начальной школы, независимо от кошелька родителей, социального статуса, да, так сказать, правильным питанием, правильным, горячим, сбалансированным питанием. Вот, значит, но для этого нужны условия. Какие? Это оборудованные, правильные цеха готовочные, современным оборудованием. Вот, почему современным? Ну, потому что современное оборудование, параколеравтомат, он, хочешь не хочешь тебе, а приготовит только диетическую, правую. Только то, что нужно. На пару пищу, это то, что нужно, да, так сказать, вот. Вот, и у нас уже десятками, да, так сказать, школ, где школы построены в 30-х, 40-х, 60-х годах, но где новый пищеблок с реконструкцией, так сказать, с перепланировками в том числе, с новыми технологическими оборудованиями. В таких условиях и готовить по-другому люди стали, как говорится, да, так сказать, вот. И аппетит еще больше, так сказать, у детей появился. Вот, и это двигается. Капитальный ремонт школ. То есть, ну, практически перебирается как конструктор. Школа закрывается не на летний, там, период, потому что за лето, ну, можно какие-то объекты только сделать, направление. Спортзал отдельно отремонтирует, там, актовый зал, столовую. Вот, а закрывается на более длительный период, делается полный ремонт, и софинансирование муниципалитета заключается в благоустройстве территории и обеспеченности вопросов безопасности. Ну, пожарная сигнализация, охранная, так сказать, вот, сигнализация, такие вот вещи, подключение, там, единого диспетчера, пункт 01. Вот, поэтому здесь несомненно. Мы, посмотрите, как продвигаемся по обеспеченности газификации, значит, населенных пунктов. Мы, горожане, привыкли, вот, ну, вроде уже обыденные, да, так сказать. Ну, да, газ это такая вещь, как бы, сама собой, разумеющаяся. Вот, но территория области, она велика, и есть, так сказать, отдаленные территории, до которых, к сожалению, да, так сказать, у власти руки не доходили. Сегодня и руки дошли, да, так скажем, и деньги дошли, и газ дошел. Вот, и уже, так сказать, на ближайшую перспективу, уже переходя от анализа деятельности, да, так сказать, уже к задачам, уже конкретика есть определенные сроки, определенные конкретные объекты. Это касается, так сказать, ну, буквально и по промышленному комплексу, и по сельскохозяйственному, так сказать, направлению, по объектам и социальной сферы. Вот на сегодняшний день, память не изменяет, вот, Дмитрий Ильич говорил, по-моему, 123 социальных, социальные выплаты производятся населению. Да, да, да. И в несколько раз увеличились объемы выплат. Да, оказавшись в трудной ситуации. Ну, и, конечно, красной линией через все послание прошло, так сказать, это сегодняшняя ситуация по специальной военной операции, и это участие не только военнослужащих, конечно, в первую очередь, но и всего населения, в первую очередь, это трудиться таким образом, да, так скажем, чтобы, как говорится, за себя и за того парня, вот, с тем, чтобы можно было и в экономике, так сказать, себя не подвести. В новых технологиях сегодня они требуются, да, так сказать, это развитие, продолжение беспилотных летательных аппаратов, то, что у нас, так сказать, в области реализуется, да. Я уже не говорю о высокотехнологичных предприятиях, которые непосредственно работают на оборону, так сказать, страны. И здесь, вот, Дмитрий Ильич подчеркнул, поблагодарил, это, вот, всеобщее участие населения Самарской области, так сказать, вот, от мала до велика в оказании, как гуманитарной помощи, в приобретении высокотехнологичного оборудования, в котором дополнительно нуждаются. Нельзя не отметить его личное участие, личный пример. Вот, для нас, для многих, да, так сказать, когда мы увидели на ленточке главы региона, который, так сказать, вот, вместе с ребятами, из первых уст, так сказать, узнавая, какая есть проблема, какая необходима помощь, да, так сказать, вот, значит, побудило, и сегодня многие мои друзья, знакомые, так сказать, вот, не только собирают помощь, да, но и сами ее доставляют, так сказать, до места. А, поверьте, для ребят это очень важно. Конечно. Когда вот земляк твой, да, так сказать, и... Приехал к себе. Многие тебя знают, ну, или, там, с экранов, там, телевизора, или просто тебя прочитали, да, просто познакомились на месте, да, и в разговоре, там, интересуется, ну, тот, кто непосредственно с нашего города, как в этом году набережная, то есть, вот, дальше, как парад будет проходить, то есть, какие-то, ну, нововведения, да, так сказать, вот, что там изменилось за этот период, пока не находятся, там, на месте, да. Вот. Ну, и, конечно, сегодня большой акцент был сделан, и здесь предстоит большая работа, это с семьями военнослужащих, кто находится там непосредственно, то есть, оказание форм социальной поддержки в организации учебы, в организации отдыха, там, лечения, ну, разные могут быть проблемы, и здесь очень важно элементарно морально поддержать, так сказать, уделить время. И морально, и материально, и физически. Да, но и сегодня, конечно, была затронута тематика, так, что есть ребята, которые ценой собственной жизни, вот, защищая, значит, родину, погибли, минуты молчания, почтили, так сказать, этих ребят памяти, да, и, конечно, наш долг сохранить уже, как героев сегодняшнего времени, да, так сказать, сохранить их в памяти. Такая работа проводится у нас, вот, только в городе, я по Самаре могу сказать, и, значит, парты героя устанавливаются, и мемориальные доски, так сказать, размещаются на, и, ну, проводится колоссальная работа в этом направлении. И здесь есть важный момент какой, вот, губернатор отметил, что создан социальный паспорт семьи участника СВО. Да, это уникальная вещь, уникальная вещь, да, так сказать, вот, правильно заметили, значит, и более того, мне посчастливилось уже не раз быть на ленточке, да, так сказать, и присутствовать, как раз вот замполит батальона, батальона, в котором я находился, вот, в условиях фронтового блиндажа, значит, общается с военнослужащим, и, по примеру Самарской области, да, так сказать, вот, там не подразделяют, что ты, вот, например, там, с Ульяновской, там, ты с Димитроградом. Ну, понятно, вы все... И, так сказать, да, по этой же схеме, да, сегодня охватывают работу всех находящихся там, вот, признанных с территорием Самарской области. Значит, ну, вот, ситуацию, я прямо опишу ее, было, что вот, вот, на случай, говорит, ну, он сам же человек, так сказать, ему, там, под 40 лет, говорит, у меня, говорит, там, старый отец, и прогрессирует болезнь очень тяжелая, вот, и все это время я был помощником до больницы, там, до поликлиники транспортировать. Ну, понятно, переживает человек. Да, такого характера, да. Поэтому, вот, как мне сейчас быть? Он не просился домой, что, вот, мне нужно все бросить, оставить службу, там, ставить и направиться. Нет, вот он в этом плане. Значит, по созданной связи, значит, направлено было Министерство соцзащиты, Министерство здравоохранения. То есть, не просто оказать помощь, там, волонтерами, чтобы его, так сказать, доставить до поликлиники, обратно, да, но еще и профессиональную дополнительную помощь медицинскую, так сказать, оказать. Вот. Более того, вот, из Самары, ну, знаю, что я много лет проработал в системе образования, значит, так, за чашкой чая, как говорится, на слушающий, говорит, Татьяна Борисович говорит, у меня дочь сейчас заканчивает одну из школ, ну, 10-го класса, ей еще год в 11-м. И вот, ну, так сложились отношения, ну, вот, вот прям с хорошей завистью, да, когда у нас не только девочки с мамами, да, больше отношений, говорит, вот, всегда я был у нее, так сказать, ну, советчиком, да, такого плана. Сегодня вот, ну, у нас возможности связи нет, да, так сказать, а она вот как-то в сомнении профиль, какой ей выбрать дальше для дальнейшего поступления. То есть вопросы настолько, которые необходимо решать оперативно, да, так сказать, вот, я взял все координаты, связался и с девочкой, ну, с мамой, конечно, в первую очередь передал все пожелания, передал фотографии, потому что большому сожалению, ну, в целях безопасности фотографии нельзя публиковать, да, так сказать, очень жаль, потому что это мужественные лица, это благородные лица, да, так сказать, это настоящие мужские лица, да, так сказать, то есть вот, ну, вот туда непосредственно для дома я, кажется, и вторая впередал, и вот супруга говорит, вы знаете, такое ощущение, как повидались, потому что вот была такая возможность, пока общались, вот, я связался с структурными подразделениями Министерства образования, значит, дали контакты телефона специалиста, девочка прошла профориенционное собеседование, тестирование, как говорится, да, так сказать, вот, и, ну, проблема была решена, то есть вот на этот час проблема решена. Причем профессионально. Да, и профессионально, да, так сказать, и ему спокойно, так сказать, и здесь, так сказать, все своим чередом, поэтому мелочей в этой части нет, вот, и когда вот помимо, там, гуманитарной помощи, ну, что не входит, так сказать, солдатский паек, да, так сказать, вот, ну, дальше привозим ли все, что необходимо дополнительному оборудованию, которое просто-напросто, ну, делает службу наиболее эффективной, да, так сказать, вот, чтобы мы понимали, потому что есть омундирование, есть вооружение, так сказать, вот, но необходимо внимание, оно всегда во всех условиях, да, так скажем, ну, и вот там люди вот в основном из числа военнообязанных, которые находятся, они более гражданские. Ну, конечно. Да, и разных специальностей, так сказать, разных профессий, и это дополняет друг друга, знаете, потому что, ну, не все потненским делом там владеют, да, так сказать, дальше не все, так сказать, могут там, ну, сварочным аппаратом и ждать, когда кто-то там обучится или там пришлют, ну, этого смысла нет. Поэтому здесь каждый, так сказать, вносит, ну, определенную свою лепту. Ну, и здесь важный момент, вы знаете, вот я еще на что обратил внимание, это развитие, осталось совсем немного времени, но вот просто хотелось бы отметить, это развитие, динамичное развитие экономики и губерний, и городского округа Самара, потому что, вот, ну, один из ключевых показателей, на мой взгляд, это рост числа вакансий. То есть люди нужны. Значит, ну, я сделаю, знаете, акцент в этом плане по городскому округу Самара, да, так сказать, ну, во-первых, у нас самый низкий уровень безработицы, вот это раз. Дальше, это динамичный за пять лет рост заработной платы. Да, особенно в реальном секторе. Вот, дальше, за только 22-й год бюджет городского округа Самара изменялся 14 раз. 14 раз. 14 раз. И в сторону увеличения. Бюджет изменялся 14 раз в сторону увеличения, и отмечу, что вот мы уже даже цель какую-то поставили достигнуть там планки 50 миллиардов рублей. Мы стартовали 15 с небольшим и достигли 47 с небольшим по расходам и доходам части. Мы не кредитовались, то есть дополнительно, да, так сказать, мы уменьшали долг, нагрузку, так сказать, долговую, потому что это деньги, которые надо платить. Похвально, конечно. Вот, дальше, более того, у нас есть, конечно, вот предел 7 процентов, чуть более миллиарда, мы выросли за счет собственных доходов. Это тоже очень отрадно. Вот, но все остальное, так сказать, это было за счет высшестоящего бюджета. На какие статьи расходования? Это переселение из ветхого аварийного жилья. Беспрецедентно сотни семей, тысячи людей, так сказать, самарцев переселились из аварийного ветхого жилья. Дальше. Строительство социальных объектов, мы об этом говорили. Да. Квартиры для детей-сирот, оставшиеся без включения родителей. Исполнение всех социальных обязательств, начиная от первой зарплаты, заканчивая, так сказать, всеми социальными пособиями. Более того, так сказать, нагрузка возросла, потому что появились вот обязательства по социальному паспорту индивидуальному, да, о чем мы с вами сейчас подробно, так сказать, поговорили. Вот, и не только. Поэтому бюджет носил сугубо такой социальной направленности. Алексей Петрович, мне подсказывают, что время программы, к сожалению, подошло к концу. Большое спасибо за интересную содержательную беседу. Мы всегда рады видеть вас в этой студии, потому что обсудить развитие региона, обсудить развитие нашего города, это всегда важно, это всегда необходимо. Напоминаю, в нашей студии был Алексей Дегтев, председатель Думы городского округа Самары. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова